О капитуляции не может быть и речи. Солдаты 6-й армии, вы должны выполнить свою историческую миссию. Гитлер стоял на своем. Сталинград должен был стать символом, защищать который следовало до последнего солдата. Солдаты, вы знаете, что это конец. Я хочу вас снова благодарить за все, что вы сделали. Это конец. Прощайте. И он уткнул автомат мне в живот. Юрий, Юрий, позвал он. Он взял мои часы и оставил себе пистолет, но часов больше не было. 30 января 43-го года. Десятая годовщина прихода Гитлера к власти. В его ставку из осажденного Сталинграда отправилось последнее обращение. Свастика все еще реет над Сталинградом. Хайль, мой фюрер, генерал Паулюс. У него вдруг вырос горб. Он весь согнулся. Лицо было бледным. Мне казалось, что передо мной человек, который взвалил на свои плечи ношу, которую был не в силах вынести. 31 января 43-го года. Конец пути для операции Барбаросса. Гитлер полагал, что Паулюс застрелится. Вместо этого он позволил взять себя в плен. В первые минуты он был несколько, я бы сказал, растерян. Он не знал, что будет дальше. Подержался он очень благородно. Офицеры штаба армии сдались без сопротивления. Чем выше ранг, тем больше было шансов уцелеть. Из 23 генералов домой не вернулся только один. Паулюса увезли в штабной машине и предъявили журналистам, как военный трофей. Люди радовались и гордились тем, что немецкий фельдмаршал был взят в плен. Фотографии пленного фельдмаршала обошли весь мир, включая Берлин. В ту ночь нас с мужем попросили подтвердить подлинность фотографий. На этих фотографиях был мой отец. Они были не очень четкими. Он был виден лишь сбоку, но я узнал его руки. На первом допросе в штабе группы армий Дон Паулюса попросили объявить о капитуляции. Он отказался. Он был в плену и не мог отдавать приказы. Сталинградская битва закончилась без официальной капитуляции. Советские спецслужбы завели на Паулюса дело и отправили его в монастырь неподалеку от Москвы. Он содержался в лагере военнопленных в Суздале. Летом с 43-го за колючей проволокой военнопленные образовали Лигу германских офицеров, направленную против Гитлера. Но Паулюс отказался в нее вступить. Он сказал, это не мой размах. Паулюс изменил свои взгляды, узнав о попытке покушения на Гитлера 20 июля, когда были повешены несколько фельдмаршалов. Антигитлеровское сопротивление приобрело поддержку в самой Германии. Только тогда он поддержал противников Гитлера. Паулюс и Пик, позже ставший президентом ГДР. Только ближе к концу войны, развязанной Гитлером, главный составитель плана Барбаросса изменил свои взгляды. Эта война, начатая Гитлером в мирное время, захватническая и грабительская война, какой не видел мир. Она ведется методами, невиданными в истории. Паулюсу потребовалось невероятно много времени. Я слышал эти критические отзывы в кабинете редактора и в отеле «Люкс». Я могу это понять, так как он был осторожным по натуре. Он привык все взвешивать. Но я об этом пожалел, потому что если бы он сделал это заявление раньше, в августе 43-го, это имело бы гораздо большее значение для него и работы Комитета за свободную Германию. В Германии ответственность за действия Паулюса легла на его родных. Месть режима обрушилась на его жену и детей. Он нас принял и попросил мою мать развестись с мужем. В противном случае он не мог гарантировать нашу безопасность. Она отказалась. Когда война закончилась, Паулюс находился неподалеку от Москвы, в Войково, где содержались пленные генералы. Советский маршал Жуков гордо горцевал на лошади перед своим главнокомандующим. На параде победы на Красной площади. Любимым трофеем Иосифа Сталина был пленный фельдмаршал. Через 9 месяцев на Нюрнбергском процессе мир испытал шок. Паулюс, член немецкого генштаба, отвечавший за планирование операций, выступил в качестве свидетеля обвинения. Что я буду говорить только правду и ничего, кроме правды. Он обвинил в совершении преступлений своих бывших начальников Геринга, Кейтеля и Йодля. О судьбе своих солдат он сказал намного меньше. Его спросили о пленных солдатах. Он прекрасно знал, что 90% его людей уже нет в живых, однако попросил одного из журналистов, присутствовавших в Нюрнберге, сказать матерям и женам солдат, воевавших в Сталинграде, что у них все в порядке. Я считаю, что это непростительно. Пленный Паулюс вел благополучную жизнь. У него была своя собственная дача в Подмосковье, свой собственный повар и прислуга. Но Сталин не собирался его отпускать. Паулюсу не давали покоя воспоминания о Сталинграде. Почему он не решился на прорыв? Он все время искал ответ на этот вопрос. Потом умер Сталин, и птица в золотой клетке оказалась на свободе. Паулюс хотел вернуться в Германию. Но в Германию, восточную. Он боялся, что на Западе он услышит много критики и оскорблений в свой адрес. Руководство ГДР гарантировало ему защиту. Мы должны быть честными. Он прекрасно приспособился к новой жизни. У него были все возможности. К нему хорошо относились. Сначала, конечно, было трудно, потому что он знал, что куда бы он ни пошел, за ним всегда будут следить. Но он жил в комфорте. Ему предоставили прекрасный особняк в элитном районе Дрездена, в Айсерхирш. Бытовые проблемы решали люди из народной полиции, которые жили в бараках. Родным Паулюса разрешали его навещать в любое время, но постоянно они продолжали жить на Западе. Это пленка из семейного архива. Обеспечением государственной безопасности занималась тайная сеть информаторов. Объект, бывший генерал фашистского вермахта. Требуется наблюдение. Я не доверял привратнику. Позже мы узнали, что из всех агентов штази хуже всего был водитель. Паулюса несколько раз просили высказать мнение о холодной войне. Он отказался. Человек, через столько лет вернувшийся на родину, заявил, я ни за Запад, ни за Восток, я за Германию. В государстве рабочих и крестьян фельдмаршал оставался чужим. Все называли его фельдмаршал. Это пошло от министра Штофа, который говорил, фельдмаршал никогда не уходит в отставку. Даже если он перестает служить в действующей армии, он всегда остается фельдмаршалом. Части народной полиции размещались в бараках. Они стали предшественниками армии ГДР. Паулюс не принимал участия в ее создании. Эти люди равнялись на победителей в Сталинградской битве. Объект наблюдения штази под кодовым названием «Терраса» не выезжал на Запад, но он знал, что происходит в Новой Германии. Регулярно, два раза в неделю, курьер доставлял фельдмаршалу свежие выпуски журнала «Шпигель», газета «Вельд» и «Франкфуртер Альгемайне». Он прочитывал «Шпигель» очень внимательно, а потом часто обсуждал то, что там он прочитал. Но Паулюс так никогда и не оправился от кошмара под названием «Сталинград». В конце 1955 года у него возникло неизлечимое нервное расстройство. Сначала к нему пригласили ведущего специалиста в этой области, профессора Бургера из Липцега, потом врачей из Москвы. Потом в его доме появились сиделки, но все было бесполезно. Его болезнь нельзя вылечить. Лечение продолжалось несколько месяцев. Паулюс умер 1 февраля 1957 года. До самого конца за ним следили агенты «Штази» и солдаты армии ГДР. Мне позвонил полковник Адам. Он сказал, «У меня для вас есть работа. Умер фельдмаршал Паулюс. Нужно решить финансовый вопрос. Займитесь этим». Мы взяли людей из офицерской школы. Один человек организовал похороны. Другие занимались остальными вопросами. Я должен был собрать все счета и разобраться с финансами. Церемонию прощания с покойным фельдмаршалом устроило государство. Его родные засняли ее на пленку. По их просьбе на церемонии присутствовал священник. В день похорон его дело в «Штази» было официально закрыто. Фридрюху Паулюсу было 66. Он пережил Сталинград на 14 лет, один день и 6 часов. В свободную Германию он так никогда и не вернулся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok